Блин, еще волнует пузыриться. Вот это жестче. Друзья, не пытайтесь за мной повторить. Я все делаю неправильно. А как делать правильно, вам расскажут на других каналах. Расскажут, но не покажут. И ни в коем случае не повторяйте за мной. Иначе вас будет ждать то же самое, что и меня. Всем привет, братцы и сестрицы. Сегодня ничем не выдающийся ролик. Обыкновенная ректификация с единственным «но». Это медная СПМ. Медиашечка. Ни один десяток комментариев был под моими видео, что перегон на меди дает очень мягкий вкус. Я бы не сказал, что полученный продукт на простой СПМ-ке, он у меня жесткий или какой-то. Тем более, видели ролик, где я умягчаю свой продукт. Так вот, люди пишут, что с медью его даже и умягчать не надо. Хотелось бы это проверить. Ну и просто контент, да? Просто перегон. Кто-то не знает о ректификации. Не будем подробно. Скажу лишь только, что стандартный комплект «Люксталь». Только вот что. Будет, как его, вместо РПН опорный пыш будет. Как его показать-то вам? Прозрачный блинчик Гонсалеса. Его так люди прозвали. Он прозрачный вообще. Вот, видите. Ну и нестандартная крышка. Хотя тоже «Люксталь». От «Люкстали 8М». Просто я в нее вварил «Люк». Все. Комплект, по сути, стандартный. Автоматика «Хэллоу Дистиллер» будет участвовать сегодня у нас. Без клапанов. Просто нагревает контроль температуры в кубе. Ну и в царгу, да, засунем тоже. Пускай будет. Все. Я беленькие свои вставляю. По сути, разницы никакой. Мне даже удобнее будет вам на мониторе показывать, на дисплее, температуру в царге. Все, ребят. Я «СПН-ку» засыпаю стандартно. Сильно уплотнять не буду. Вот. Надеюсь, что 6 килограмм «СПН» мне хватит на метровую царгулюкстали. В кубе. В кубе сейчас, секунду. В кубе у меня 20 литров спирта-сорца. У меня его было меньше, я его разбавил до 40, чтобы хотя бы был неснижаемый остаток. Куда-то его девать все равно надо было. Поэтому сейчас 40% ровно. 20 литров 40%. Погнали. И да, друзья. Чтобы понимать мягкий и жесткий продукт спирту, сортировки после разбавления, надо немножко постоять. Тем не менее, я все равно попробую. У меня есть спирт после нержавеющей «СПН». Немного, там, наверное, граммов 400. Так, НЗ. Чисто НЗ. Тоже разбавлю рядышком, попробую. Скажу свое мнение. Я, честно, я в это особо не верю. Но мнение свое выскажу. Возможно, ничего и не получится. Кому это вообще не интересно, ребята, выключайте и не мучайте себя. И не пишите мне дурные комментарии. О, простая ректификация. Да, простая ректификация. И да, товарищам новичкам, очередной раз говорю, что всегда забивают царгу. Со вставленной термопарой. То есть, вот так вот правильно. Потом вы ее можете вынуть. Там ниша все равно останется. Если ее не ударять ничего, то отверстие останется. И второй раз она вставляется нормально. Засыпаю вот по столечку. Три, четыре, пять раз. И потихонечку вот так вот. Все. Следующую партию. И засыпаем очень-очень медленно. Вот так вот. Каждая Эспавиненко находит свое место. Ну вот и все, ребят. Немножко у меня осталось. Потому что покупал я ее на колонну высотой метр двадцать, метр тридцать. Ну, с запасиком. Вот. Клавиатурные самогонщики сейчас сразу начнут писать, что... О, реклама. Вернее, уже, наверное, написали после начала видео. Уже написали, что... Реклама медный СПН. Вот тут, ребят, вы не угадали. Реклама люк-сталь. Реклама люк-сталь, да. Мне нравится этот аппарат. Я на нем работаю. И любому отвечаю, что да. Цена-качество, он лучший. Ссылка с промокодом под моим видео в описании. Вот, ребят, а если серьезно, то я знаю, что ни одна сотня человек у Романа покупал ее. И все довольны. Никаких претензий вообще нет ни к нержавейке, ни к меди. Потому что медь брал у него тоже по совету одного товарища. Он сказал, поехали. И махнул рукой, как говорится. Запустить. И погнали. Электроники, как сказал, по минимуму. Здесь царги. Ну, в ТСА засунулся просто. И на воду поставил. Они ничего не контролируют. Они ничего не отключат. Ну, единственное, аварии по ТСА. Ну, и можно завершение по Кубу сделать. Там 94 градуса. Он просто выключит. Автоматику. Ну, фонарик не поставил. Вот так. А ЦРС чуть-чуть на лапе. Ну, и все. 4,5 киловатта. Погнали. Ну, и вот, ребят. 81,5. Грубо говоря. Мощность по-прежнему 4,5. Разгонная. Она сбросится, когда в царги подрастет. До 75. Подождем. Вот 82 уже. Общий план. Чтобы было видно температуру в царге и температуру в этом. Сработал сигнал. Температуру переключилась. Ой, мощность переключилась на 3,3. Вот тут важно поймать сейчас нам рабочую мощность, чтобы вот эта циферка... Ой, поправка. Не надо нам поправку. Отмена. Чтобы вот эта циферка была около 20. Сейчас она, понятно, еще подрастет. СПМ-ка. СПМ намокнет. Будет давление. Здесь еще нет никакого капли падения. Итак, друзья. Получается, поймал я рабочую мощность при давлении от 19,4-19,5. 3,800. Можно было поплотнее ее набить, потому что обычно это у меня, ну, может, чуть поменьше. Вот. Такое вот кипение и бурление происходит. Включил отбор голов. Так вот они капают. Можно даже чуть-чуть побыстрее. Все, что тут больше рассказывать в принципе-то и нечего. В царге пока установилась вот такая температура. 78,1. Все, работаем. Что? Головы, как всегда, вонючие. Тут рассказывать пока не о чем. Все, 800 миллилитров. Бахаем. Друзья, 300 уже накапало. Перекидываем в 500. Ну, как раз 800 будет. Скорость отбора не менял. Ой, он потух. Мощность все тоже. Давление все тоже. Температура в царге абсолютно такая же. Продолжаем. Ну и что, отобрали мы даже, как всегда, с лихвой. Получается 550 и тут, ну, почти 300. 800 с небольшим. Все нормально. Запах. Ну, хороший, как всегда. Я не скажу, что он отличается от нержавейки чем-то. По запаху нет. Изменений никаких пока нет. Тут по-прежнему все кипит. Мощность по-прежнему та же. Давление стабильное. Температура в царге, да. Все, нажимаем отбор спирта. Окей. И регулируем скорость отбора. Как же без клапанов-то плохо, да? Где-то у меня тут есть рисочка. Во! То есть, голову у меня отбирается вот на этой рисочке. Оставляю четко, горизонтально. Отбирал три с половиной часа у меня получилось, блин. Видать, рисочка что-то сбилась. Сейчас вот будет вот такая скорость. Это где-то два с половиной. Два с половиной нитра в час. Посмотрим, что будет. Сейчас немножко упадет давление. Оно уже упало. О! Спирта возвращаться стало меньше. Закупорка. Ну, не закупорка. Встречи спирта с паром уже меньше. По-хорошему-то можно навалить. Навали-вали. Мы, как говорят. Ай! Приотбор. Это у меня просто мощность стоит. Три восемь. О! Это просто мощность упала на отборе этого. Так стоял. Вот, вернули. Голову на 3,800 откапывали, а тело на 3,400. Это как обычно. Сейчас посмотрим, посмотрю. Ну, в принципе, вот. Тут тоже рассказывать нечего. Кому не интересно, ребят, не смотрите вообще. Прям не принуждаю никого. Кому интересно, ну, понаблюдайте. Такое небольшое включение. Вторая баночка пошла. Давление чуть-чуть упало. Не стал я добавлять мощности. Температура в кубе 88. Здесь ни залетов, ничего нет. Все так стояло, так стоять. 78,1. Ой, сколько, как долго уже перегон. Лицо вроде и сердца-то немного. В общем, пока все идет по плану. Ну, и глупо было, да тут вопрос не в том, сколько тут выйдет. Или тут дело во вкусе. Ну, я, конечно, не уверен, что я различу эти два спирта. Ну, попробуем. Может, он вообще прям как вода будет залетать. А вообще подумал, что тут птички имеют. Так, 88,6. Сходил, налил осматической водички дома. Ну, в другой квартире. Налил уже 30 миллилитров. Сейчас мы с вами дополним их. Дополним. Ой. До 50. Оп. И Дроболызнем. Ой, не дотягивается. Вот так вот. Ну, ой, ой, ой. Будем здраво, как говорится. Подождите, я только встряхну ее немножко. Ой, какая горячая прям. Ох. Запах, ребят. Ну, запах, я говорю, не резкий, обыкновенный запах. Кто-то скажет, Сергей, ну, ерунду говоришь. Не знаю, давайте попробуем. Как говорится, чтобы все, как говорил Шариков полиграф. А что-то меньше стало. Ну, да бог с ним. Презвее буду. Посторонних привкусов. Во рту приятно. Ну, как его, наверное, белое. Не знаю, ребят. Может, конечно, зря я все это затеял. Может, он просто должен постоять. Но выпился вообще прям хорошо. Может, спиртуозность, конечно, не 40 была, чуть поменьше. Слюна в рот набегает. Нормально. Я вам скажу, нормально. То есть, это без декстрозы, без ничего. Вполне себе. Не вполне себе, а отлично, можно сказать. Просто разница. Сейчас я найду другой этот свой спирт и попробую его. Из-за кромов достал. Я думаю, у каждого самогонщика есть нычка. Ну, просто, чтобы было. Бывает, переразбавил и добавить нечего. А тут вот раз. Не знаю, сколько тут. Неважно, сколько тут. Даже этикетка-то, видите, уже давным-давно подвыгорела. Все. Чистый, хороший. Дабы не было споров. Ну, просто подумать, что я воду сейчас набегаю. Хотя, перед кем мне тут оправдываться, ребята? Это мой эксперимент. 70-100. Я уже заговариваться начал после первой Т. 70-100. Хоп. Ну, понимаете. То есть, чистый, хороший, чистый. Обратный его раз. Прячем. Наливаем так же. Вы чуть-чуть в воду не улил-то. 20 миллилитров. Ребят, честно, не знаю, зачем я это все делаю. И вот, дабы вы мне поверили, что ли. Все равно, вы уже понимаете, что если человек захочет вас обмануть, я мог даже туда простого теперешнего спирта налить и все. и никто же это не проверит, правильно? Тут чисто вот понимать, зря я потратил деньги или не зря на эту СПН. Тоже горячий, наверное. Я их нажарую сейчас. Ой, как говорится, не хочу я свою рожу светить, друзья мои. Ну, в общем, это. Не знаю, видно меня, не видно. Блин, еще волнует это подзриться. Вот этот жестче. Может, люди правы были. То ли спиртуозность я такую сделал. Непонятно, ребят. Не знаю. Но он реально другой. Не сказать, что прям выразительно отличаются. Но, блин, он прям... Причем вот этому, наверное, год уже. Я знаю, что он отличный, он офигенский. Но пьется он хуже. Надо было после первой закусить, да? Итак, друзья, 94,4 залетов вообще не было. Ну, понимаете, что у меня не стоит клапан никакой. Некому отключать. Набралась вторая банка, в принципе, почти целая. Можно было ее до целой добрать. Но не хочу, потому что могу прозевать. Ладно, покажу бардак свой. У меня накрылся в аквариуме. Помпа накрылась. Вот сейчас вот склеиваю. Вот эта нижняя часть отвалилась. Ну, не видно, наверное, будет. Все руки в клее. Эту пластмаску сейчас напильником обрабатывал ее. В общем, ну, беда. Беда. Поэтому прекращаю свой этот. Вот так вот прямо. Взял и выключил. Рыба без кислорода сейчас. Ой, ой, не то выключают. Вроде не пьяный. Вот это у нас с вами лаборатория здесь. Давайте кратенько, наверное, по-быстренькому я скажу свои ощущения. Вы знаете, вот, ребята, кто работает на меди, напишите, пожалуйста. Или кто пробовал хотя бы напиток после меди. Блин, мне кажется, он правда. Ни в коем случае, опять же, сейчас начнется... Блин, говно польется в комментариях, что вот рекламирую СПН. Да купите другую СПН. Попробуйте на РПНке. В конце концов. Просто забейте Царгу РПН. Получится, да, не 96,6. А, кстати, мы с вами спиртуозность не померли. Давайте сейчас померяем. Вы знаете, мне кажется, даже он пахнет немножко по-другому. Как-то он прям... Блин, я не знаю, как объяснить так. Давайте по температуре. Просто онлайн все это проведем с вами. Так-то не видно. Температуру... 18,5. Да, она 18,4 сейчас бухнет. О, 18,5, грубо говоря. Смотрим спиртуозность. Давайте я сейчас вас подвину. Как-нибудь вот так вот поближе. Вот так вот. В штативе, конечно, вас сильно не покрутишь. 96,5 утонуло. 96,6. Я не думаю... Ну, 96,5 пускай будет. Вот, видите риск? И вас достать из штатива. Ну, просто, чтобы потом вопросов не было. Многие... Раз, два, три, четыре. Сейчас виду 18,5. 96,6. 96,6. Рассчитать. 96,9. Конечно, смешно. Ну, вы понимаете, о чём я вам хотел поверить. И поверьте. Жалко, друзей рядом нет. Его нюхать, вот просто... Я не скажу, что прям занюхиваться и вдыхать его прям гораздо приятнее, чем тот. Но такое чувство, что он как будто бы помягче. Не знаю. В общем, буду премного благодарен ребятам, кто отпишется, кто работает на меди, кто очень много народу писал, кто подтвердит мои слова. Может, мне теперь на меди работать? Давайте я завтра с утра ещё разберу её. Посмотрим, что там с медью, когда она остынет. Доброе утро, друзья. Время полседьмого, мне не спится. В общем, что, остыну. Всё, вверх я разобрал только что. Давайте разберём низ. Выспим эспарянку. И посмотрим, что с ним. Он её затянул, дурак-то. Оттаскиваем щуп. Ну и погнали. Кстати, запах такой себе. Хвостатый. Ну, смотрите, чуть-чуть она потемнела. Как показать? Поменьше насыпать. А то, видите, я не увязок, я сейчас просыплю. Вот так вот она выглядит. Это вот в самом конце. Вверху более чистая. Как я и говорил, единственный минус медной нержавейки, ой, медной нержавейки, медной СПН-ки, это требуемый уход за ней. Ну, не знаю, ребят. После вчерашних тестов, ну, есть какие-то прям позывы попробовать ещё и ещё раз. Не уговаривайте отправлять меня на, как он называется-то, на анализ. Анализ ни о чём не говорит. Ну, как сказать-то. Если напиток нравится по запаху, напиток нравится по вкусовым своим показателям, требованиям, да, у каждого человека они разные, меня мой напиток устраивает. И, в принципе, каждый раз отправлять на ГХА, ну, нет смысла. Как за ней ухаживать, ребят? Да очень просто. Сейчас лимонной кислотой залью, ну, сделаю какой-нибудь раствор. И всё, и до следующих времён. Я думаю, что с ней... Да, лимонная кислота после каждого применения, там, какие-то соты и микрона она будет съедать. И вы должны понимать, что медная нержавейка... Ой, блин, что нержавейка? Медная СПН-ка не вечно, не то что нержавеющая. Ну, вот как бы так. Так, ну, я говорю, после вчерашних тестов, ну, приятно удивлён. Хотя другой свой продукт я пью без всяких этих. Мне нравится. Вот. Но здесь с медью... Как-то он немножко другой. И причём другой действительно в лучшую сторону. И, наверное, не зря придумали медную СПН-ку, да? Для чего-то она нужна. Не только для зерновых, а вот именно, может, для умягчения. Не буду ничего утверждать, так как не изучал этот вопрос. Не смотрел других блогеров. Просто вот так вот мне захотелось. Со слов своих подписчиков, Серёгу, попробуй. Попробовал. Ребята, приятно удивлён. Повторю, ни в коем случае не буду говорить вам. Вот, идите там туда-то, туда-то и покупайте её. Нет, вы вправе купить её где хотите и попробовать просто для себя. Вот и всё. Ребята, ну, а я с вами, наверное, прощаюсь. Вот такой был небольшой опыт. Кстати, он был не последний. Сто процентов я ещё попробую на этой же медной СПН-ке. Ребята, ну и вот подошло время прощаться. Хочу, чё? Чё хочу вам сказать? До Нового года остался месяц. Вы уж поторопитесь со вкусными напитками. Я не говорю про медь вообще в плане. Вот. Можете порадовать себя покупкой на Новый год самогонного аппарата. Люксталь. Не перестану говорить, что это автомат Калашникова в мире. Смогон варенья. Прокупить по ссылке, да, внизу под моим видео в описании. Можно не напоминать, наверное, все это знают. Но, тем не менее, скажу, да, ссылка внизу есть. Комплект прокладок в подарок. Целиком на весь аппарат. Ну и, конечно, бесплатная доставка. Аппарат. Не единожды вы уже видели в работе. И этот перегон тому тоже подтверждение. Все, ребят, вкуснейших вам напитков. Лучшего оборудования. Ну и всех обнял, поднял, заплакал. Пока. Друзья, как всегда, я закончил видео и забыл о чем-то сказать. В общем, сполоснул ее сначала. Сейчас залил чуть теплой водой. Столовая ложка. Даже десертная она у меня, не столовая. Лимонной кислоты. Все, она шикарная, задиарена. Я вам сказал о том, что за ней нужен уход. Да, ее не оставишь в царге на постоянку и не промывая. Это однозначно. За ней нужен уход. Я забыл сказать, что медь собирает серные соединения. Для новичков, для старичков-то понятно, они все это знают. Пощипывают немножко. Вот эта чернота, которую сейчас она съела, смыла, что я сполоснул, что-то отвалилось. Это не что иное, как серные соединения. Вы все прекрасно должны понимать, что, например, один медный пыш, при подаче 6 киловатт, такой поток пары идет, что он всю серу не соберет. И моя НБК на медных тарелках тоже всю серу не соберет. Как дополнительный сбор серы. Не зря ее коллеги-винокуры и самогонщики используют в своих делах. Необъяснимо, но факт, как говорится. Я серьезно говорю, напиток стал неразительно другой, но он другой. Это однозначно. Сейчас сполосну и все. До следующего перегона. Следующий перегон попробую с ней. Потому что один перегон и одна дегустация. Вы сами понимаете, что это не показатель. Поэтому буду пробовать еще. И, наверное, с царгой пастеризацией тоже доморочиваюсь. Если вы захотите этого, конечно. Меня, в принципе, все устраивает в моем напитке. Все, ребята, опять заболтал вас. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok